Сегодня в стране отмечают День работников службы занятостей. В свой профессиональный праздник специалисты службы в Якутске провели акцию «Занятость без границ». Ярмарку вакансий посетила моя коллега Юлия Великодная. На учете в Центре занятости Якутска состоят более 1600 человек, из которых 1200 безработные. На ярмарке вакансий помимо поиска работы, желающие могут записаться на обучающие курсы, а для оптимального поиска работы помогают в составлении резюме. Ошибки заключаются в том, что при составлении резюме это меньше указывает свои какие-то личностные качества, какие-то увлечения может не добавляет. И в основном ошибки еще заключаются, например, дополнительных, каждый опыт работы по годам, например, вот этих. 56 работодателей представили порядка 3000 вакантных мест, а добывающие промышленные районные компании провели онлайн-собеседование. Водительский есть? Водительский? Ага. Я вообще надеюсь на вахтовый метод, если честно. Но, в принципе, господи, почему бы и нет? Детей нет, жены нет, поэтому, в принципе, ничего не держат. Встреча с руководителем компании без выезда за пределы Якутска практикуются уже давно. И не только на ярмарках. В прошлом году 34 молодых специалиста в разных районах нашей республики из города Якутска переехали и трудоустроились. И, конечно же, это все благодаря онлайн-собеседованию, потому что действительно безотратно. Здесь работодатели выходят и через скайп-собеседование они могут быть трудоустроены. На ярмарке представлены вакансии от индивидуальных предприятий, государственных учреждений. К примеру, службой по контракту за два часа работы заинтересовались порядка 30 человек. И уже многие предоставили необходимые документы с резюме. Могут поступить граждане, которые служили в службу по призыву, и граждане, которые не служившие, имеющие высшее образование. Но еще у нас ожидаются изменения в законопроекте, в федеральном законе будут предусматриваться вопросы поступления военнослужб по контракту, имеющих среднее специальное образование, не служившие военнослужбой по призыву. Востребованность в специалистах в Якутии продолжает оставаться в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, торговля и общепит, а также промышленность. И именно такие ярмарки способствуют трудоустройству безработных граждан. Юлия Великодна, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.